всем привет приветствую вас дорогие друзья мои подписчики а также гости моего канала сегодня расскажу о такой прекрасной паре как агата муциеница и павел прилучный одна из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса агата и павел прилучные заговорили о разводе после долгих лет браков их отношениях наступил кризис который привел к тому что актеры на некоторое время разъехались летом прошлого года у нас была пауза в отношениях паша даже не жил дома фиг знает почему так произошло говорила агата я начинаю списывать это на семилетний кризис в отношениях мы зацепились за какую-то мелочь и потом началось все как снежный конь мы сильно разругались а у паша есть такая привычка сказать сразу все развод а я подумала что раз он так говорит значит я бы проучу и реально разведемся даже если с ним мы потом поженимся пусть знают что такими словами кидаться нельзя ревности она у нас всегда есть паша больше ревнует я не дикая флиртуня но как девочка люблю по улыбаться посмеяться но если честно и никогда не придаю значения какому-то либо общению с противоположным полом ни к чему мы общему не пришли мы поняли что надо больше разговаривать не нужно оттаять себе какие-то обиды и догадки лучше сразу спросить напомню что агата муциеница и павел прилучный познакомились на съемках сериала закрытая школа 19 июля 2011 года пара в тайне от широкой публики и журналистов расписались в одном из московских загсов актриса официально взяла себе фамилию мужа а ее девичья фамилия муциеница стала творческим псевдонимом 11 января 2013 года у них родился сын тимофей 3 марта 2016 года агата подарила паше второго ребенка дочь мию когда же муж артистки наконец-то вернулся его ждал более чем теплый прием агата счастлива визжал повисла на шее возлюбленного тем самым еще раз доказав что несмотря на слухи о размолвке звездной семье у них спасшие все просто замечательно агата же призналась почему у них произошел конфликт ваша считает меня карьеристкой из-за этого у нас много конфликта в семье он мужчина и зарабатывает деньги а в его понимании я карьеристка естественно мне человеку который 16 лет работают слышит это странно я не хочу быть просто женой паши а хочу быть личностью вот за этого мы и ругаемся призналась актриса павел уточнил что не требует чтобы агата все время сидела дома но у них есть определенные договоренности после ссоры привычной недели жил в отеле актер помирился с женой когда пришел забирать свои вещи яма тогда сказала давай обнимемся на прощание мы обнялись и все оба поняли что не можем друг без друга и все проблемы куда-то ушли стали какими-то мелкими и незначительными что ли когда буря в стакане улеглась мы поговорили спокойно и без эмоций поделилась агатом агата считает что очень важно решать все сразу говорить а не копить негатив также актриса стала гостей ток шоу пятница с региной который выходит на ю тубе агата муцельница пришла к тодоренко в сопровождении маленькой дочери мини во время непринужденной беседы лишь зашла о планах агаты на ближайшее будущее артистка отметила что следующий год планирует посвятить работе третью беременность пока она не планирует паша очень хочет еще одного ребенка но что-то пока я не знаю готова я или нет я хочу этот год посвятить карьере карьера она все-таки текущая и мне кажется что уже в наш то век никогда не бывает поздно ты не можешь опоздать ты можешь опоздать и не увидеть трехлетний возраст своего ребенка когда она кормит куклу и когда она очень трогательная маленькая девочка вот это ты можешь не увидеть а с карьеры можно подождать не опоздаешь рассказала агата также артистка поведала что муж прилучно изводит ее ревностью муж контролирует каждый ее шаг может спылить из-за пустяка иногда шантажирует разводом он вообще человек склонный к зависимости у него даже эта любовь ко мне она немножко неадекватная нездоровая например я не могу поехать детьми на море потому что он меня не отпускает я знаю что мы можем поругаться и опять начнется развод если ты поедешь на море это развод рассказала агата также агата рассказала какие у них правила в семье воспитания которые они никогда не нарушают у нас есть одно правило папа он главный дети должны это знать особенно мальчик он должен видеть что мужчина главный последнее слово за ним соответственно если папа прикрикнул мама молчит потом сторонку отходит и говорит ну зачем ты это сделал ну что еще поджопники получали у меня оба нет он исправил я отталкиваюсь от ситуации потому что один раз тимофей умудрился столкнуть кота с лестницы со второго этажа кот сильно ударился и эта ситуация когда поджопник очень уместен потому что если ты начнешь тут же говорит ну котик уже больно я думаю это вряд ли повлияет паша строже меня на сто процентов а я тряпка говорит агата а также агата рассказала какой павел отец мне кажется что он лучший в мире отец я хотела бы себе такого папу это круто когда твой папа так любит играть у меня были моменты когда меня подходила и говорила мы обойдем поиграем мою комнату я говорю папа хочет и папа реально пойдет ему будет не лень сразу пойдет с ней играть это ему очень нравится мне кажется что он отец лучше чем я мама и он очень заботливый он может спокойно одеть и причесать и накормить я могу спокойно оставить его с детьми на этом мой рассказ подошел к концу кому понравилось видео ставьте пальчики вверх если кто еще не подписан мой канал подписывайтесь буду рада видеть вас своих подписчиков всем удачи всем большое спасибо за внимание до новых встреч мои дорогие друзья пока пока